Когда речь идет о комфорте самых юных жителей Щековского района, важна каждая мелочь. Так, под жестким контролем находится строительство трех новых детских садов. Затем, как продвигаются работы в районной администрации, следят регулярно. В рамках очередного выездного совещания побывали на всех трех объектах. Пожалуй, самый значительный прогресс можно отметить в строительстве детского сада в деревне Медвежья озера. Здесь у нас пока идем в режиме, стараемся по максимальному, чтобы выйти к срокам. Но к 15-му 100% не будет готовность, но готовность будет более-менее такая, чтобы приемлемая. То есть, мы уйдем на начало января, то есть, закончим садик срок, постараемся. После открытия детский садик с бассейном будет готов принять 240 ребят. Строительство идет полным ходом. На следующей неделе компания-подрядчик обещает закончить монтаж отопления, завершить установку окон и приступить к отделочным работам. В будущем детском саде, который расположен в поселке Новый Городок, также продвигается монтаж внутренних коммуникаций. Монолитные работы идут на уровне второго этажа. Подрядчик готовится начать отделку подвала. Строители работают в три смены. Сколько человек работает? 62 сейчас, во вторую смену 44. А в третью? В третью 15 пока. Ну, третью на отделку пущу сейчас, да? Да, да. Кладка внутри, кладка, перегородок и отделка. Перекрытие залито первого этажа, значит, навязаны балки второго этажа готовы. То есть мы все параллелим. Детский сад в первом советском переулке города Щелково после завершения строительства будет рассчитан на 170 мест. Сейчас на площадке идут монолитные работы на уровне первого этажа. Во-первых, советское отставание от графика на один день. А то, что мы уже новые графики переделали с тем, что он шел с опережением. Поэтому сейчас соответствующие указания дали. Опять в субботу проконтролируем, увидим, он должен наверстать. Все три садика возводятся в рамках областной программы «Наше Подмосковье». И, по словам руководителя района администрации, будут объектом еженедельных проверок до сдачи в эксплуатацию. Александра Горанич, Игорь Поляков, телерадио компания Щелково.